Начну, пожалуй, с этой голой вечеринки. Сама голая вечеринка вопросов, конечно, не вызывает, боже, сколько этих вечеринок в Москве и не только в Москве проводилось. А реакция на неё, что случилось, на твой взгляд? Это всё тот же механизм, что используется, условно говоря, даже с совсем ранними событиями, совсем последними событиями, с страшным терактом в Крокус-Сити. Власть и режим используют громкие, значимые события для того, чтобы где-то и внимание подотвлечь, где-то, наоборот, его усилить, а где-то обозначить врага. Так обозначить, чтобы точно никто уже не сомневался. Вот там точно вражина. Ну, кстати говоря, из врагов осталась бедная. Я не знаю, за что ей этой тётке прилетело сильнее остальных. Это Лолита. Потому что все остальные, я так понимаю, уже прощены или на них просто не обратили внимания. Типа там какие-то пацаны-стилисты были, жопами вертели голыми. А вот Лолите, не знаю, как она будет теперь всё это расклёбывать. Она и так. Может, у неё жопа некрасивая просто, зато и досталась. Слушай, Дим, на самом деле, я считаю, что, конечно, если бы она не упала и не поползла в той самой позе, то, может быть, реакция не была бы такая сильная. Но то, что она сделала, было, конечно, уродливее всех остальных. Потому что Собчак каким-то образом держала себя в руках, хотя смеялась она так, как будто бы она была, ну, так сказать, немножко взведена не только шампанским. Я знаю все эти приколы. Сильно, когда широко раскрыты рты, когда глаза на выкате, когда прям веселье через край ржут, глядя на фотографов, а на самом деле перед ними просто какой-то там, какой-то человек с телефоном или фотоаппаратом, а ржут они так, как будто перед ними 20 клоунов. То все это, как бы, понятно, к чему отводит, к какой истории. Но Лолита, еще раз повторюсь, если бы, конечно, у нее всегда были проблемы со вкусом. Всегда. Когда она перед Мизулиной на колени падала, дарила ей цветы, кланялась в ноги на каком-то концерте, а перед этим Мизулина уже начала гнобить ЛГБТ-сообщество в России, запретила маленьких детей на законных основаниях класть в эти бэби-боксы, для того, чтобы их мамаши-алкашки не убивали. То есть все это уже было. И тут она падает на свои артрозы, собственно, в повиновении в каком-то сильном. Уже тогда я понимал, с этой теткой что-то не то. И вот ей наконец-то прилетело, и вот ее меньше всех жаль в самом деле. Это вот к слову, чтобы было понятно, почему и что там зачем. А в целом, почему они уцепились за эту вечеринку? Ведь не зря говорят, что Михалков предоставил деду все сведения, тот глянул, ужаснулся, как это тут вот СВО, тут с одной стороны наши мальчики, с другой стороны еще что-то, а эти себе позволяют. И, между прочим, я думаю, знаешь, они немножко не угадали со временем со своей вечеринкой. Если бы вечеринка была, например, за годы, за пару месяцев, их бы никто не тронул. Но в тот момент, уже в том месяце, это был конец декабря, начало, ну, короче, не так давно, уже все. И это тоже нужно было почувствовать, что делать этого нельзя, именно в той точке. Потому что время меняется очень быстро в России, и оно меняется безвозвратно, и в плохую, конечно же, в плохую сторону. Но это видят все. И причем настолько становится плохо, настолько становится хуже в секунду времени, что мне здесь страшно от этого. Я людей жалею. Ну, хорошо. Среди таких известных участников голой вечеринки, ну, давай начнем с Собчак. Она вообще без проблем, да? Для нее все завершилось. Дело в том, что на Собчак трудно повлиять. У нее свой бизнес. Она работает в Ютьюбе. Это только единственное, что взять и закрыть весь Ютьюб к чертовой матери заради одной этой женщины. А делать они этого не будут, во всяком случае, сейчас. Поэтому очень сложно как-то приказать рекламодателям к ней не ходить. Опять же, если наложить на нее этот собачий, вручить ей этот Собчачий билет, соответственно, Собчак и на агент, который не имеет больше никакого права размещать рекламу у себя в соцсетях. Это они сделать могут. В самом деле. Но пока, я думаю, что-то их останавливает. Скорее всего, Людмила Борисовна Нарусова, который уж точно до Золотова сумеет добежать в течение каких-то считанных часов, пожаловаться ему и сказать, надо что-то с этим делать. Тем более, что с проституток они в конце концов снимают этот статус. Есть такой румяный пирожочек вертлявозадый, сладкопопый. Коленька Соболев такой есть, ну, слишком сладенький, конечно. С него вот сняли неделю назад. Оно сильно плакало в эфире, благодарило, просило еще раз прощения. Сейчас вот даже записала видео, вот это вот все румяненькое, о том, что, если что, война, оно тоже пойдет, оно тоже воевать будет, но только все не как повестка, конечно, до этих вертлявых не доходит. Все они клянутся, блажатся, падают, вот тебе поп, вот тебе черт, и никуда, блядь, не идут. Вот странная какая-то вот с этими людьми история. И еще по поводу Собчак, что бы я сказал? Ксюха, конечно, наглая, и она этой наглостью, она людей пугает. Они тоже думают, вот, собственно, сделаем с ней вот этот вот, провернем с ней это, наложим на нее это вето, заблажит, заорет, как сумасшедшая, начнет нас на чистую воду выводить, будет кричать, я, да никогда, проблем будет больше. Поэтому я думаю, что пока они остерегаются, смотрят на нее со стороны, но теперь точно она не рукопожатна, ни там, ни там, и я думаю, что, ну, даже судя по ее лицу, с ней вообще что-то случилось. У нее что-то с причохой, у нее что-то с лицом, у нее что-то стало со стилем, она как-то странно стала одеваться, как будто ее, блядь, бабки наодевает. Ну, короче, что-то произошло с ней, я думаю, что она беспокоится, она переживает, это дом ее, который она построила, аккурат, к началу СВО, ей уже вот тут вот-вот стоит. Топором, в общем, все несчастно. И Собчак тоже отчасти нужно жалеть. Жалеть, любить ее, входить в положение немножко, потому что все-таки, ну, объективно, Собчак пытается в каких-то вопросах балансировать, и где-то даже власть пытается критиковать, но все это уже в пустой след. Пустой след. Дима Билан. Ну, как-то видно, кто-то влиятельный за ним стоит, потому что простили его, он даже пел на играх, как это, игры будущего или прошлого. Да, потому что они там сразу, ты понимаешь, Дима, они там сразу спохватились все, там Яночка забеспокоилась, забегала, и все прочее. Начали былые обиды вспоминать, медали достали, там на нем иконостас такой, как ветеран 1812 года. Тут же вспомнили все его поездки в горячие точки и там, и сям, и все прочее. Билан такой довольно сдержанный, может быть, это его и спасло, кстати говоря. Он сдержан, он не пошловат в своих проявлениях. Билан транслирует какую-то очень спокойную позицию. Он где-то, Билан, для меня похож на Валерия Леонтьева. Это тоже же вот Валерий Яковлевич, ему недавно исполнилась дата большая, он же тоже вот так вот отсиделся по сути. Все благодаря какому-то своему разумению. Очень много людей остались в уважительном к нему отношении. Так же вот и с Биланом тоже будет. Он где-то будет там проживать, подживать и все прочее. И как бы не касаясь каких-то главных вопросов. Но то, что они перебзели, это факт. И, конечно, они тоже побежали, и, конечно, тоже были звонки. Без этого вообще никак. Повторюсь, доставались регалии, клялись в любви. Я думаю, что звонила Яночка, говорила, вам сейчас Дима перезвонит, вам сейчас Дима все расскажет, как он Родину любит. Он сейчас вам даже покажет, хотя нет. Вы знаете, и это сейчас, этот показ запрещен законом. А так бы показал. В общем, Димка Родину любит, он никакой не экстремист. Не-не-не-не-не-не. Нет, вот все. И как-то вот тихой сопой все это его обошло. А что, это Яна Рудковская, она влиятельная? Ей, конечно, хочется показаться таковой. Она, конечно, ведет такой нарратив. Знаешь, я очень вожителен был к Янке. И я очень часто спорил со своей подписотой, доказывал им, что Янка неплохая, она разумная, она не подлая женщина, она не замечена в откровенных мерзостях. Началась война. Яна начала зиговать, она начала отдавать эту присягу, которую от нее никто не просил на самом деле. Ведь есть персонажи, да, они заметные, но они были нужны, ну, в такой более опосредованной степени, что ли, со своими обещаниями, со своим верованием в деда Кабая, вот в это во все. Они были нужны, ну, больше, так сказать, немножко так, вот туда, немножко поодаль, постойте, ваше дело телячье. Но они же побежали, они же поскакали, отдавать верность, они поспешили быть самыми большими ненавистниками Украины, чем те, которым это положено по службе. И это уродливо, это. Поэтому сейчас для Яны у меня добрых слов нет, в любом случае, в том смысле, в котором могли бы быть. Теперь у меня другие для них добрые слова. Я теперь всю эту когорту презираю. И я считаю, что, конечно, если мы говорим с тобой о влиятельности кого-либо из них, то вся эта влиятельность заканчивается в одну секунду, просто в одну секунду. И мы это видим. Насколько была влиятельна Лолита, она не вылезала с федеральных каналов. Она была гостей везде и повсюду. И что теперь происходит? Посмотри, что произошло с Киркоровым, если мы готовы сейчас перейти на него. Да, мы сейчас давай по Лолите закончим. Да. Пыталась она усидеть одной жопой. Нет, она даже не пыталась, она сразу зиганула. сразу зиганула. И вдруг государство ей по морде. И она, наверное, офигела. Как? Я же своя, я же зигую. Что же вы делаете? Это было ужасно. Вот знаешь, вот в этом противопоставлении противопоставлении того, какой она была в самом деле, и что с ней сделали. И вот это её непонимание вполне себе вот какой-то даже, какой-то, знаешь, как у щенка, как у неразумной собаки. За что вы меня наказываете? Она прямо, она смотрела на них, у неё прям мольба в глазах читалась. Она, знаешь, она же всё-таки не глупая. Это же не пустая пробка, это же не Наташа Королёва. Это вот, и собственно, не юмор. Я не согласен. Не глупые стали на сторону добра, а самые умные уехали. И тут спорить не буду. Ты понимаешь, что всё-таки Лолита, она, как мне казалось, она баба, даже вот где-то даже умудрённая, не просто опытом ураковинное стояние по-бытовому. Нет, а вот прям вот по-настоящему, как человечище какое-то. Её вот, её ведь признавали многие. И тут вот она начала как-то с каким-то подопострастием смотреть туда наверх. Типа с непониманием, как ты говоришь, с каким-то «Простите, я…» Начали доставаться опять же те же какие-то былые заслуги, и церковь устроила, и тут отдавала, и в Сирию летала, хотя нет, не летала, но хотела полететь. Знаешь, вот это вот всё. И там была, и в общем-то, вы посмотрите, и своя, своя. А тут, а тут же пришли мы, умные люди, которые всё помнят, стали доставать эти видосы, эти видео её с украинского телеканала, которые тогда, в том году, ведь эти видео казались совершенно наивными и добрыми, когда она на украинской мове сидит и вещает о том, что она Украину любит, а Москва и Россия ей нужна для того, чтобы бабки доить. Я понимаю, что это была шутка в тот момент. Я понимаю, что она иронизировала, имела на это право. Отношение между странами, между шоу-бизнесами было такое, что люди могли шутить так, они могли ходить по краю, и никто бы её тогда не притянул. Но сейчас люди смотрят это видео и видят лицемерку, которую не жаль, которая получила по заслугам. Ах, ты такая! Ты нас, оказывается, использовала. Ты хотела от нас только бабки, пеньонзы, кроны, что ты там подсчитывала на нас? А, ривней ты хотела, да? Вот и получи. И теперь она, знаешь, меняет локацию, то у гладильной доски поплачет, то жалобно посмотрит где-нибудь с болгарских берегов, вот это вот слынчев бряг, то оттуда взглянет, то отсюда. И везде эта грустинка, везде эта поволока в глазах. Пошла ты к чёрту. Я и так хочу сказать. Я её презираю с тех самых пор, когда режим стал дубасить ЛГБТ, когда людей стали унижать, когда людей стали бить на улицах, когда убили какого-то парнишка у Курского вокзала, и преступник, который убил его прямо при всех этих людях, садит в него тесак. Объясним, так это ж политика государства. Этим занималась Мизулина. В этот момент эта старая чертила упала перед ней на коленях. Она этого не знала? Знала, сволочь. Никогда им этого не прощу. Никогда. Они, другой мне скажет, да что ты там, ну ты знаешь, они же делают, что хотят. Это их право. Пусть они тут, тут, тут. Дело в том, что они на виду. Эти собаки на виду. И с этих людей берут пример. На них равняются, думают, слушай, вот она так, вот такой у нее стереотип поведения, вектор такой поведенческий, нарративы такие она нам тут шлет. Значит, это правильно. Ее цитируют, ее показывают, за ней следят камеры, следят за ее соцсетями. Имей ты эту силу держать себя в рамках. Не надо тебе падать перед этими людьми. Ты просто певица. Тебе не обязательно быть проституткой. Не обязательно тебе надевать на себя шестой номер, ходить, кланяться. И вот теперь этот шестой номер сыграл с ней злую шутку.